Здравствуйте! В эфире выпуск новостей телекомпании ТВИН в студии Юлия Черешнева. Сегодня я расскажу вам о самых заметных городских событиях и сейчас коротко о главном. Не продается детям младше 16 лет и лицам в нетрезвом состоянии. Почему купить пиротехнику могут не все и не везде? Ей пришлось немало потрудиться, чтобы получить заветный золотой ключ. 11-летняя певица из Магнитогорска выиграла престижный вокальный конкурс. Что попросил на Новый год Дед Мороз? Необычный подарок для сказочного волшебника приготовила компания Ростелеком. А сейчас об этих и других событиях более подробно. Не за горами новогодние торжества. Традиционно главный зимний праздник сопровождаются яркими и громкими залпами салютов. Но разнообразные петарды и фейерверки – это не только красиво, но и опасно. Поэтому сотрудники Госпожнадзора проводят проверки торговых объектов, где продают пиротехнику. Наша съемочная группа также наведывалась в несколько таких точек. Петарды, салюты, фейерверки, хлопушки – все они незаменимы для создания праздничной атмосферы. Дефицита в этих изделиях нет. Особенно в канун Нового года полки специализированных магазинов пополняются такой продукцией. Правда, по закону и требования к продавцам предъявляются довольно серьезные. Например, в обычном продуктовом возле дома приобрести опасную продукцию не получится. Обязательно пиротехнические изделия все должны иметь сертификат и место продажи должно быть отдельно стоящим в 25 метрах от жилых зданий. Сотрудники Госпожнадзора проверяют необходимые документы. В магазинах, где они побывали с нашей съемочной группой, все было в порядке. Тем не менее, следует быть внимательными и самим покупателям. Пиротехника – товар скоро портящийся, поэтому всегда стоит обращать внимание на срок годности. И, конечно, наибольшую ответственность необходимо проявить при использовании пожароопасных изделий. В первую очередь, внимательно читать инструкцию. Не носить петарды в карманах, не держать зажженный фитиль возле лица и не направлять ракеты на людей. Прежде чем начать использование салюта, его необходимо надежно закрепить. При использовании пиротехнических изделий зрители обязательно должны находиться с наветренной стороны. Запрещается вблизи пиротехнических изделий курить, разводить огонь. Площадка должна быть очищена, осмотрена после использования пиротехнических изделий. Эти простые правила необходимо соблюдать, чтобы Новый год запомнился исключительно с положительной стороны, а не принес травмы и путевки на больничную койку. Кстати, ответственность начинают уже с похода в магазин. По закону, пиротехника не продается детям младше 16 лет и лицам в нетрезвом состоянии. Павел Грисенев, Владимир Ровенский, телекомпания ТВИН. Продолжение громкой истории. Иск о сносе самовольно построенных многоквартирных домов, расположенных по адресу Суворова 112, в настоящее время рассматривается арбитражным судом Челябинской области. Напомним, три добротные трехэтажки выросли в центре города в короткие сроки. Застройщики даже продали в них часть квартир. После чего выяснилось, разрешение на возведение строений никто не давал. В целях недопущения нарушения прав и законных интересов жителей города, администрация еще раз обращает внимание на тот факт, что многоквартирные дома, возведенные по адресу Магнитогорск, улица Суворова 112, застройщикам, обществом с ограниченной ответственностью новый формат, являются самовольными постройками. В настоящее время арбитражным судом Челябинской области рассматривается иск об их сносе. При этом в рамках данного дела судом были приняты обеспечительные меры, в том числе в виде запрета застройщику осуществлять любые действия, направленные на реализацию отчуждения помещений в многоквартирных домах. Администрация города настоятельно рекомендует не заключать каких-либо сделок, предметом которых являются вышеуказанные помещения на Суворова 112 до разрешения судом дела по существу. Продолжаем программу. За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу начальнику смены угольного отделения углеподготовительного цеха коксохимического производства ММК Александру Панарину объявлена благодарность президента России. Говоря о нем, коллеги уверяют, это человек, который не боится любой работы. За сутки цех разгружает до 400 вагонов. И Александр Викторович не только непосредственный участник этого процесса, но и его передовик. По образованию Александр Панарин строитель. Он бы мог возводить жилые дома и торговые центры. Однако авторитет и пример отца, всю трудовую жизнь отдавшего коксохиму, оказался настолько заразительным, что в 22 года Александр решил пойти по стопам родителя. Ну, я устроился сюда, бригадиру, на участке основного производства. Ну, как работаю, ну, понравилась, как говорится, группа здесь. Вот до 93-го года потом назначили мастера на блоке, а в 98-м перешел сюда начальником смены угольного отделения. Ну, так и влился, остался. Причем не просто влился, а не единожды доказал свою надежность. Ведь в круг обязанностей Панарина входит, наверное, одна из самых важнейших задач для комбината – разгрузка вагонов с угольным сырьем. Если не обеспечить им в полном объеме, то это грозит остановкой производства. А ведь составы идут непрерывно, один за другим. В сутки цех разгружает до 400 вагонов. Это примерно 28 тысяч тонн угольного сырья. И организовать непрерывность такой работы непросто. Сложность его работы – это принятие сложных, да, я бы даже сказал, уникальных управленческих решений, да, по обеспечению угольными концентратами углеподготовок, связанных с маневровой и с логистической работой, как оборудование, входящее в состав цеха, так и работа со смежными подразделениями. Мы работаем с железнодорожниками, это тесно. Как с ними отработаешь, так ты отработаешь всю смену, как говорится. Вот сейчас зимой работаем с тепляком, как привезут, оперативно, неоперативно. Будут забирать порожняк, опрокиды будут кантовать или будут стоять, или на блоках будут стоять из-за очистки вагонов. Как грузчики у нас на эстакаде чистят, как им подадут. Вот это все связано с железнодорожным транспортом. Если ты работаешь тесно с ними, как говорится, заранее предупреждаешь, заранее это, тогда будет работа спориться, а если нет, то работа вся пойдет на смажь. Здесь, как в шахматах, шутит Александр Викторович, каждый ход надо продумывать заранее и действовать на опережение, чтобы работа не встала. Поэтому, несмотря на наличие четырех раций и трех сотовых телефонов, каждый день по 6-7 часов Александр Викторович проводит на ногах, чтобы лично проконтролировать, куда и что закладывать и выгружать. Переживаете за свой раб? Да, переживаю. Как-то хочется сделать, чтобы получше было. Вышел на работу, должен отработать добросовестно, чтобы никаких претензий не было. Коллеги уверены, именно поэтому работа у Панарина и спорится. Простоев его смену не бывает. Это высококвалифицированный профессиональный руководитель, которому можно доверить выполнение сложных задач и быть уверены, что управленческие решения позволят достигнуть максимальной отдачи как от коллектива, так и от оборудования. Никогда не жалели, что выбрали такую работу? Никогда не жалели. Здесь интересно, каждый день, с каждой смены, как-то по-другому все. Стоит сказать, что уважают Александра Панарина в цехе не только за профессионализм, но и за человеческие качества. За то, что он искренне любит то, чем занимается, честно служит выбранному когда-то делу и, самое главное, с большим уважением относится к людям, вдохновляя их на личностное развитие в профессии жизни. Самое главное, как я его, за что ценю как руководителя и уважаю, это, в первую очередь, за отношение к людям и к членам бригады. И скажу его словами, как он мне однажды сказал, что самое главное, да, и мое богатство – это люди, которыми я управляю, в них моя сила, а я им всего лишь говорю, что делать, и поэтому они меня сделали тем, кем я на сегодня являюсь. Татьяна Артеменко, Денис Иванов, телекомпания ТВИН. Невероятный ритм жизни. Фельдшер Валерия Семченкова. Пять дней в неделю трудится в детском саду номер 165, а в свободное от основной работы время в Левобережном дворце культуры металлургов преподает детям технику танца. Ведет занятия по хореографии. Она более шести лет, сама танцует уже 17. А медицинскую карьеру начала лишь в этом году. Подробнее о любимых занятиях, которые вдохновляют, она рассказала о нашей съемочной группе. Проверить, не болит ли у малышей горло, измерить температуру тела, спросить, нет ли жалоб. Из процедуры профосмотров состоит каждый рабочий день фельдшера детского сада 165 Валерии Семченковой. В стенах дошкольного учреждения она работает всего 4 месяца. Нравится рассказывать невероятно, а ведь еще три года назад она и не собиралась в медицину. Мечтала о карьере хореографа, получить серьезную профессию, посоветовала мама. У меня мама, когда заканчивала школу, тогда принимали на базе 9 классов, и она тоже хотела поступить, но тогда еще было сложнее. Там были вступительные экзамены, биология, химия, и она не поступила. И вот как-то я ей сказала, я хочу на хореографа или еще куда-то. Она такая, нет, это не профессия, ты пойдешь в медицинский. Ну, в общем, так сказать, осуществила мамину мечту. Начав учиться, Валерия поняла, медицина ей по душе, особенно во время практики понравилось работать с малышами, поэтому и пришла в детский сад. Ребята в один голос характеризуют своего медработника как добрую, хорошую, заботливую. К ней в кабинет рассказывают, идут без опаски, знают, им здесь всегда помогут. После вчера меня Дима толкнул, я трескнусь губкой. Ты пришла сюда? Да. Тебе помогли? Да. Не боятся ребята и прививок. Валерия учит малышей быть смелыми, объясняет, потерпеть нужно для их же блага. Я придумала свою систему, я покупаю наклеечки, и после прививок они у меня наклейки получают. Они вот сейчас, можно я на прививку, можно я на прививку. Сейчас более-менее хорошо ходит. Закончив рабочую смену в детском саду, фельдшер не спешит домой, а мчится навстречу своей детской мечте в Левобережный дворец культуры металлургов. Белый халат меняет на черные топы тайцы и продолжает рабочий день в ритме танца. В танцах Валерия с пяти лет сейчас девушка не только выступает на сцене в составе образцового коллектива современной хореографии «Флэш», она основной помощник руководителя. Она очень ответственная девочка, отзывчивая девочка, старательная. Как говорится, в первых рядах. Все мои рекомендации выполняет, слушает. Я советую, и она исполняет. Валерия Семченкова преподает у младших групп, тянет и учит танцевальным пас «Верстниц». Для нее танцы – неотъемлемая часть жизни. Ой, я не знаю, как обычно. Прям люблю. Прям плохо сюда, хорошо сюда. Всегда сюда. В коллективе все равно поддержка. И у меня, получается, руководитель, во многих коллективах несколько руководителей, у нас вот прямо она как малая. Она приходит, разговаривает. Какие-то проблемы мы решаем все вместе. Поэтому тут прям семья. В танцевальном семья. В танцевальном коллективе она никого не удивила выбором основной профессии. Наоборот, даже порадовала. Особенно, когда выезжаешь на конкурсы, то медик в своем составе просто необходим. Медицинский работник. Что, естественно, поручает. Когда с нами едет, допустим, Валерия на конкурс, с нами, значит, едет уже и медработник. Невероятный ритм жизни позволяет Валерии Семченковой всегда быть в тонусе. Работа с детьми дарит ей силы. Себя фельдшер и педагог по танцам считает счастливым человеком. Ведь у нее есть сразу две любимые профессии, каждая из которых вдохновляет. Евгения Солхудинова, Олег Карпенко, Аркадий Стариков, телекомпания ТВИН. К другим темам. Ее признали лучшие члены жюри. Одержала однозначную победу она в результате зрительского голосования. Магнитогорская вокалистка, ученица студии эстрадной песни Винни-Пух Ангелина Плеханова, стала победительницей мультимедийного конкурса «Уфимская волна», финал которого на днях состоялся в столице Башкирии. Проект проходил в несколько этапов, в целом длился более месяца. Участникам было необходимо показать все возможности своего голоса. Подробнее об испытаниях и триумфе победительница рассказала нашей съемочной группе. Откусили яблоко, ты не кусаешь. Откусить воображаемое яблоко – одно из упражнений на артикуляцию, чтобы убрать лишние зажимы. Ангелина Плеханова выполняет задание педагога старательно, знает. Хорошая подготовка – половина успеха. Из своих 11 лет 8 она ходит в студию эстрадного вокала «Винни-Пух» уже завоевала немало наград на региональном и всероссийском уровнях. А накануне привезла из столицы Башкирии еще одну. Первое место в престижном конкурсе «Уфимская волна» в номинации «Дебют». Сомнений в успехе, признается, не было. Еще в превью конкурса Ангелина подчеркнула – приехала только за победой. Мне нужен золотой ключ «Уфимской волны», потому что я считаю, что он хорошо подойдет в мою коллекцию кубков. Я достойна этой награды. Чтобы заполучить заветный золотой ключ, пришлось немало потрудиться. Конкурс «Уфимская волна» – серьезный мультимедийный проект. Его цель – определить лучшие творческие силы, которые еще не заявили о себе во весь голос. Ангелина сначала прошла отбор, отправив видеозаявку, затем было прослушивание на радио, после чего участие в четвертьфинале и в полуфинале, и все это в прямом эфире. Из трех тысяч претендентов на победу члены жюри в итоге выбрали по три финалиста в каждой номинации. Было не одно выступление, было просто плеада, несколько песен мы учили бегом, в попыхах, причем должны быть, естественно, песни, которые запоминались бы. Финал телевизионного конкурса предваряли многочасовые репетиции «Генеральная» накануне выступления закончилась в полтретьего ночи. Ангелина рассказывает, было одно желание лечь и отдохнуть, однако впереди оставалось главное. «Когда мы стояли за сценой, мне, конечно, было очень страшно. Но потом, после того, как мне дали в руки микрофон, я глубокий вдох, выдох и спокойно как бы отнеслась и пошла спокойно, вышла и спела, и считаю хорошо». Ангелина сумела блестяще обойти соперниц с первое место. Ей однозначно присудили и члены жюри, и зрители. «В номинации «Дебют дети» 9-13 лет побеждает Ангелина Плеханова, город Магнитогорск. Ангелина, можешь ли ты поверить в свою удачу?» Девочка признается, была счастлива. Этот конкурс подарил ей не только победу, но и новых друзей, а также уверенность в своих силах. «Спасибо всем, кто за меня болел. Конечно же, моему преподавателю, моим родителям, моим одноклассникам и, конечно же, нашей любимой студии Винни-Пуху». «Я хочу сказать огромную благодарность нашему дворцу, Сергороджи Никидзе, за помощь, поддержку всегда. Они все для нас делают. Ну и, конечно же, металлургическому комбинату тоже за помощь и поддержку. Спасибо огромное». Вернувшись в родной Магнитогорск, Ангелина сразу приступила к репетициям. Буквально на днях она записала в студии песню для новогоднего эфира на Уфимском радио и уже готова покорять новые высоты. «Все спрашивают, конечно, про планы, и соседи спрашивают, которые тоже переживали и болели. Буквально сегодня встретили соседку. Говорят, куда вы дальше собираетесь? Пока хочется немножко передохнуть и собраться силами, подготовиться еще и куда-нибудь, может быть, надумаем». Не исключено, что одной из ближайших целей девочки станет участие в проекте «Голос. Дети». Евгения Солхудинова, Денис Иванов, телекомпания ТВИН. До Нового года остаются считанные дни. Самое время позаботиться о подарках. Ростелекомп предлагает несколько интересных идей. Сотрудники компании уже провели мастер-класс для Деда Мороза и познакомили новогоднего волшебника с телекомподарками игровыми, умными, безопасными. Подробнее в нашем следующем сюжете. «Аристарк Фролов старательно выводит буквы, пишет письмо Деду Морозу. Мальчик увлекается компьютерными играми, поэтому в подарок от новогоднего волшебника желает получить игровой роутер». «Игры сложные, но я сказал, что нужен быстрый интернет». Игровой роутер, действующий на технологиях с помощью искусственного интеллекта, предлагает компания Ростелеком. С таким устройством можно смотреть фильмы и играть в любимые игры. По словам специалистов, Wi-Fi роутер обеспечит пользователей высокой скоростью передачи данных. Еще одним полезным подарком станет видеокамера с встроенной инфракрасной подсветкой и широким углом обзора. Что из себя представляет устройство и как оно работает, сотрудники компании рассказали Деду Морозу. Уж слишком много вопросов возникает у новогоднего волшебника, когда читает письма детей. «Хочу умную камеру». Я подумал, да чего ж дети-то стали трудолюбивыми. Раньше все поиграть, поиграть, а сейчас чего-то умного просят. Потом засомневался, а как эта камера, да умная?» «Наши умные камеры позволяют смотреть за всем, что творится с нашими любимыми, близкими, нашими котиками, собачками удаленно. В этот момент, в период новогодних праздников, мы можем спокойно ездить в гости, в лес, смотреть елку и при этом сможем подглядеть за тем, что происходит у нас дома, потому что камера небольшая, подключается по Wi-Fi. Ее можно поставить практически в любое место, она может магнититься даже к холодильнику». Познакомили Деда Мороза и с умной колонкой капсулы с голосовым помощником Марусей от ВК. Она не только обеспечивает чистый звук без искажений, но и с помощью голосовых команд помогает управлять умным домом и видеосервисом ВИНГ. Маруся включит любимую музыку в фильм, позвонит другу или вызовет такси. Кстати, приставка ВИНГ тоже станет отличным подарком на Новый год для киноманов. Она обеспечит доступ к сотне телеканалов, тысячам фильмов и сериалов. В рамках предновогоднего киномарафона с 13 декабря по 31 января 2022 года, посмотрев три фильма на ВИНГ, зрители получат подарочный сертификат на четвертую кинокартину. Мечты сбываются, а теперь это на своем опыте, знает работник ММК Алексей Трофимов. Благодаря акции «Счастливые покупки» с картами ВИЗа, организованный кредит Уралбанком в канун Нового года, мастер ЛПЦ-11 стал обладателем нового автомобиля. На вручение главного приза побывала наша съемочная группа. Акция «Счастливые покупки» с картами ВИЗа началась еще в конце лета. Каждый месяц ее участники получали гарантированный кэшбэк за покупки, а двое счастливчиков становились обладателями сертификатов на 50 тысяч рублей. По словам руководителей кредит Уралбанка, живой отклик от горожан получился очень наглядным. За четыре месяца в акции приняли участие тысячи клиентов банка. «Мы рады, что вместе с картами ВИЗа наши горожане, наши клиенты могут не только экономить на покупках, но и получать вот такие хорошие, замечательные, я бы сказал, даже призы». Выбор главного счастливчика проходил с помощью компьютера под наблюдением двух победителей последнего этапа. «Поехали». «Так, и кто у нас там?» «Могу вас поздравить, вы стали главным победителем, вас ждет новый автомобиль». «Да». «Это что, разыгрыш?» «Человека слушал, но думал, что это не может быть со мной. Никогда не выиграл ни в каких лотереях, а вот тут просто… Пришел домой, говорю, супруге, я машину вроде как выиграл». «Да нет, какую машину?» «Ну, два акции от кредитического банка». «Да не может быть». Я говорю, ну, представляешь, так и есть. То есть, ну, как-то совпало все, еще и день рождения. Я думаю, я сначала думал, это все реально розыгрыш. Потом скажешь, что, как бы, а тут все реально». Окончательно поверить в произошедшее Алексей смог лишь тогда, когда побывал в главном офисе кредит Уралбанка и подписал документы, согласно которым в его семье появился новенький «Рено Каптюр». «Алексей, поздравляю вас с получением такого хорошего, надежного автомобиля в подарок». «Спасибо большое». О том, насколько автомобиль хороший и надежный, новому владельцу рассказал заместитель директора по продажам автокомплекса «Регинос» Александр Шарапов. Редкий случай для машин подобной категории – уже базовая комплектация, оборудована системой безключевого доступа. Впрочем, как говорится, лучше один раз увидеть и попробовать. «Еще раз поздравляю, вот ваши ключи, владеете, наслаждайтесь, счастливых вам покупок». «Также дарим вам бонусную карту группы компании «Регинос». Приезжайте к нам на сервис, будем рады вас видеть. Удачи. Спасибо большое». Нынешняя акция от кредит Уралбанка – лучшее доказательство тому, что даже в очень привычных вещах иногда можно найти приятные неожиданности. А то и настоящие чудеса. «Я работал с 2003 года на комбинате, и вот кредит Уралбанк, я только с ним, получается, всегда работаю. То есть никогда не уходил в другие банки. Он, получается, никогда не подводил. У них и такой сервис всегда, эти программы различные, кэшбэки. То есть, ну, я очень активно пользуюсь». И подарок за эту верность получился более чем достойным. А в будущем и кого-то еще из преданных клиентов банка наверняка ждет очередное новогоднее чудо. «Конечно, мы будем думать о новых акциях. В принципе, более мелкие акции у нас проходят регулярно, а такие масштабные, ну, будем думать. Я думаю, в следующем году мы что-то снова организуем». Павел Зайцев, Олег Карпенко, телекомпания ТВИН. Предприниматели из столицы вынуждены ввести свой товар в регионы. Из-за перебоя работы торговых центров, ограничений ввода QR-кодов снизилось количество покупателей и резко упали продажи. В частности, в гипермаркетах Санкт-Петербурга закрылись магазины скандинавской верхней одежды. Поэтому было принято решение распродать весь ассортимент по себестоимости в формате ярмарки. По словам предпринимателей, из-за сложившейся ситуации образовался большой остаток товара в терминалах. Вывести его обратно в страну производства невозможно, так как двойные пошлины увеличат стоимость товара минимум в два раза. Логичнее было распродать его в регионах. Сегодня ярмарка приехала в Магнитогорск. Привезли норвежские и немецкие пуховики, канадские аляски, финские дубленки. Изделия предназначены для холодов и морозов, выдерживают до минус 50 градусов. Почему мы приехали в Магнитогорск? Ну, во-первых, потому что климат более суровый, подходящий как раз для верхней одежды, которую мы привезли. Есть норвежские пуховики, выдержит температуру 20-30 градусов. Есть прям более теплые. То есть, например, если взять канадские, они выдерживают 40-45 градусов. А также есть финские пуховики, выдержит температуру 30-35, причем очень легкие. Наполнители различные. Пух-перо, биопух, верблюжья шерсть. Практичные, обладают теплозащитными свойствами, не сбиваются и не меняют цвет. Такой эксклюзивный для нашего города товар сразу оценили покупатели. Егор говорит, выбрать в Магнитогорске что-то интересное для него достаточно сложно. А покупки в интернете молодой человек не очень любит, предпочитает увидеть и примерить вещь. Я шел мимо, увидел рекламу, решил зайти. В принципе, я знаю, что это хорошие фирмы европейского производства. И мне как раз нужна зимняя куртка была. Я думал, ну что, мало ли зайду, что-нибудь найду себе. Как раз на зиму нужно. И вот, в принципе, померил несколько курток, подобрал себе. Очень теплая куртка. Также на ярмарке можно приобрести кожаные куртки, парки и шубы. Некоторые в два, а то и в три раза дешевле, чем в торговых центрах и магазинах, заверяют продавцы. Покупатели ждут на Карла Маркса 101 до воскресенья, 19 декабря, включительно. Юлия Черешнева, Денис Иванов, телекомпания ТВИ. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня о новых местных событиях в следующем выпуске информационной программы «Время местное». Новости этого выпуска, а также многое другое вы найдете в наших группах в социальных сетях и на нашем сайте tvdefis.ru. Впереди вас ждут полезные коммерческие информации, а также прогноз погоды на 17 декабря. Всего доброго и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова